Всем привет! Сегодня мы поговорим о чудодейственном растении, которое незаслуженно считается простым сорняком. Но не спешите с выводами и применением растения в оздоровлении. Сначала узнайте о возможном вреде растения, о котором я расскажу в конце выпуска. Полынь – многолетнее растение многочисленного и разнообразного семейства астровых. Она, например, приходится близкой родственнице чертополоху, одуванчику, астрие и подсолнечнику. Стебель у полыни с характерным серебристым опушением по всей высоте. Он может достигать двух метров. Цветки очень маленькие, обычно желтого или красноватого цвета, собраны в кисти метелки. Растение это очень неприхотливое, морозостойкое, не требующее особого ухода. Оно обычно выбирает заброшенные участки, лесные поляны, придорожные полосы. Полынь растет по всему миру. Во всех климатических зонах Европы, Азии, обеих Америк и в Африке можно обнаружить более 400 видов этого неприхотливого растения. Такое многообразие названий напрямую указывает на широкую область применения полыни. Древние римляне вообще считали полынь настоящим даром богов и применяли ее практически во всех сферах жизни. Ее называли даже в честь древней богини Артемиды. Многие люди и по сей день используют полынь для приготовления травяного чая и выращивания травы в своих садах. Применение в китайской медицине. Перед тем, как перейти к рецептам применения, у меня к вам есть просьба. Как мы все знаем, ютуб скоро могут заблокировать. В связи с этим хотел бы попросить вас подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании ролика. Приятного просмотра! Называемая кинхао в традиционной китайской медицине, полынь использовалась на протяжении тысячелетий за ее способности к борьбе с разными заболеваниями, в том числе и для лечения потенциально смертельной малярии. В результате исследования было выявлено, что химические вещества, которые и дают этот горький привкус, действительно полезны для очищения желудка от паразитов, микробов и других вредных веществ. Из-за естественных очищающих свойств полыни и ее листья часто используют для создания детокс-напитков или чаев. Рецепты применения. Полынь – это горькая трава. Но именно эта горечь и определяет ее большую пользу для организма. В листьях и цветках растения содержатся горькие гликозиды, анабентин и абсентин, эфирные масла, органические кислоты, витамины А, В1, В2, В3, В6, В9, В12, С, Д, Е, К, ПП, флавоноиды, антиоксиданты, фитонциды, дубильные и смолистые вещества. Помимо этого, в листьях и цветках полыни горькой присутствуют такие необходимые организму человека микроэлементы, как цинк, бром, калий, йод, селен, германии, кальций, магний и молибден. Эфирные масла, которых в тканях полыни горькой содержится больше десятка, улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной систем, помогают при лечении псориаза, дерматитов и других кожных заболеваниях. Также они обладают мощными желчегонными свойствами, способствуя работе печени и ее очищению. Флавоноиды относятся к природным антибиотикам. Содержащийся в полыни горькой флавоноид артемизинин, считающийся одним из самых сильных, может уничтожить даже синегнойную палочку. Он также способен убить и возбудителей грибковых болезней. Органические кислоты способствуют омолаживанию клеток головного мозга, нормализуют работу щитовидной железы, выводят шлаки из организма. Дубильные и смолистые вещества обладают сильным ранозаживляющим свойством. Горькие гликозиды уничтожают всех паразитов в организме, улучшают работу ЖКТ, способствуют нормализации отделения желчи. В корнях полыни обнаружен пребиотик инулин, который эффективно помогает решить проблемы пищеварения, обогащает состав микрофлоры кишечника, усиливает выделение токсинов и других вредных веществ из организма. Лекарственное растение избавляет от ломоты в суставах, хрящевой ткани. Апсентин в составе листьев растения является природным мощным иммуномодулятором, а также обладает противовоспалительными и обеззараживающими свойствами. Очень полезно вдыхать эфирное масло полыни при простудных заболеваниях или в качестве профилактики в сезон вирусов и простуд. Средства на основе полыни помогают установлению регулярного менструального цикла, снимают болевой синдром и спазмы во время менструации, облегчают симптомы переменопаузы и ПМС. И в народной, и в традиционной медицине полынь горькую используют как противомикробное, противогрибковое и антивирусное средство. Она также оказывает желчегонное, противопаразитарное и болеутоляющее воздействие. От глистов. Рецепт номер один. Для приготовления раствора для клизмы понадобится 1 головка чеснока, 200 мл воды и 2 стакана отвара полыни. Чеснок залить кипятком и выдерживать на водяной бане в течение 20 минут. Затем смешать с полыным отваром. Клизмы проводить в течение нескольких дней. Рецепт номер два. Это удобный и традиционный метод лечения. 5 грамм сухого порошка залить 200 мл кипятка и нагревать на водяной бане в течение 15 минут. Затем надо остудить отвар, довести его объем до 200 мл и выпить маленькими глотками в течение дня. Курс лечения составляет 10 дней. При подагре и суставном ревматизме. Залить ведром воды 0,5-1 кг травы полыни горькой. Проварить 10-15 минут. Настаивать до остывания. Вылить настой ванну. Температура воды должна быть 36-37 градусов по Цельсию. Продолжительность приема ванны составляет 15-20 минут. При головных болях. Развести 3 капли настойки полыни горькой в четверти стакана воды. Намочить салфетку этим раствором и прикладывать ее на лоб и затылок. Через 15 минут боль начнет утихать. Если эффекта будет недостаточный, можно сделать компресс еще раз. При бессоннице. Залить стаканом кипятка 1 столовую ложку травы полыни горькой. Прокипятить 5 минут на малом огне. Настоять 1 час. Процедить через марлю. Полотенце смочить в настое, отжать и обернуть им голову перед сном. При ожирении. Отвар полыни горькой помогает эффективно избавиться от лишнего веса. Полторы чайных ложки сухой травы полыни нужно залить одним стаканом крутого кипятка, после чего остудить и процедить через марлю. Готовое средство следует принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15 минут до приема пищи. Вдобавок к этому нужно ограничить жирную, сладкую, острую и очень калорийную пищу. При туберкулезе. Залить стаканом белого вина 1 столовую ложку корня полыни. Настаивать в темном месте в течение суток, после чего процедить через марлю. Принимать по половине стакана в течение дня на голодный желудок. При вирусных заболеваниях. Для лечения применяется полынь горькая-сухая. Первые 3 дня по третьей чайной ложке через каждые 2 часа. В последующие 4 дня следует принимать по половине чайной ложки 5 раз в день. Запивать траву водой не нужно, просто положить в рот, обильно намочить слюной и проглотить. Таким образом будут уничтожаться все вредоносные микробы в организме. При анемии. Наполнить полынью горькой майского сбора литровую стерилизованную банку. Залить качественным спиртом или водкой, разведенной водой. Емкость укупорить и настаивать в темном месте в течение 3 недель. Готовое средство следует принимать на голодный желудок по одной капле на столовую ложку очищенной воды. Курс лечения составляет 3 недели. При изжоге. Чайную ложку сухой травы полыни горькой заварить двумя стаканами кипятка, накрыть и поставить остужаться. Готовое средство следует принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день за полчаса до еды. При проблемах с желудком, печенью и почками. 10 грамм полыни залить 200 мл крутого кипятка и выдерживать на водяной бане в течение 20 минут, после чего процедить. Данное средство следует принимать по четверти стакана 3 раза в день за 30 минут до приема пищи. Вред и противопоказания. Полынь горькая относится к ядовитым лекарственным растениям и имеет ряд серьезных противопоказаний и строгие требования к дозировке. В растении присутствуют такие опасные вещества, как туион, который является галлюциногеном и в больших дозах может вызывать галлюцинации. Злоупотребление лечебными средствами на основе полыни и даже применение их в обычных дозах, но длительное время, могут привести к сильному возбуждению нервной системы, симптомам отравления, которые сопровождаются тяжелыми нервными расстройствами, вплоть до содорог, галлюцинации, стошнотой, рвотой и анемией. С осторожностью следует относиться к лечению средствами из полыни людям с желчно-каменной и мочекаменной болезнью, а также гастритом на фоне повышенной кислотности желудка и кардиобольным. Полынь категорически противопоказана при беременности, кормлении грудью, энтероколитах, кровотечениях, малокровии, пониженной кислотности желудка и аллергии на это растение. Эпилептики также должны воздерживаться от питья полынного чая или полынных добавок. Перед началом применения средств на основе полыни рекомендуется проконсультироваться со специалистом, чтобы обезопасить себя и избежать возможных побочных эффектов. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения, поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Человеческий Организм. До новых встреч!